Изучая конституцию, права и обязанности гражданина, человек учится жить в гармонии с государством, обществом и окружающим миром. Об этом хорошо знают участники интеллектуального квиза «Сила основного закона и права», областной этап которого прошел в Центре молодежного творчества. Мы здесь, потому что нам интересна данная тема. Мы собрались с ребятами, мы свободно владеем правовой сферой нашей страны. Мы готовились достаточно долго, около двух недель, и самые ответственные, знающие, приехали в город Брест. Мне интересно состоять целью, чтобы просто разузнать о других людях, поговорить с различными людьми, добиться каких-то своих новых результатов, найти новых знакомых. Затем, чтобы просто развиваться в разные сферы, не только в технику куда-то увлекаться, а просто быть разносторонним человеком. Участниками квиза стали порядка 70 учащихся колледжей и студентов высших учебных заведений области. Интеллектуальное соревнование проходило в два этапа. Первый составляли тесты, второй – открытые вопросы. Важно было продемонстрировать не только знания, но и взаимодействие участников в команде. Со своей стороны организаторы постарались, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне и запомнилось позитивными эмоциями. Такое мероприятие действительно пользуется популярностью у молодежи, потому что квизы, интеллектуальные турниры, действительно многие даже платят деньги, чтобы в них поучаствовать. Но наша цель, конечно, чтобы это было интересно, но еще и, конечно, образовательный процесс здесь тоже присутствует, потому что вопросы касаются белорусской государственности, патриотизма, различных тем, исторических тем. Поэтому я уверен, что молодежь, которая, например, еще не нашла ответы на вопросы, то есть они потом, когда мы будем объявлять правильные ответы, они поймут, что это еще такой обучающий процесс. Мы всегда рады, когда проявляется интерес к праву, особенно среди молодежи. Одному, как из приоритетных задач, национальности правовой информации, выбирает это повышение правового сознания, правовой культуры, правовых знаний среди граждан нашей страны. Наше участие в этой игре способствует тому, чтобы молодые люди приобщались уже, вот можно сказать так, на начальном этапе своего жизненного пути к тому, чтобы изучать право, знать свои обязанности, а не только права, уметь ими пользоваться, ну достаточно в определенной степени свободно, чтобы быть современными людьми и настоящими гражданами своего государства. Ну а лучшие знания в области права в рамках интеллектуального турнира продемонстрировали представители Брестского колледжа связи и Брестского технического университета. Именно у них есть шанс на победу в финальном республиканском этапе, который пройдет 27 апреля в Минске. Редактор субтитров А.Семкин